Добрый вечер. Давайте тоже проверим, активизировались ли наши телезрители, телезрители канала ЛТВ-7 и передачи «Жизнь сегодня в частности». Телефоны прямого эфира 6-7-200-232. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайтесь, выходите в прямой эфир. Ну, наверное, не лишний будет отметить, почему вообще, собственно, каков информационный повод, почему мы решили встретиться и начать нашу программу именно с этой темы. Правительство рассмотрит поправки к закону об отста. Что меняется, насколько это значимо для самих владельцев автотранспорта? Ну, скажем так, там несколько таких важных пунктов, но всего несколько. Главное, я скажу так, что то, что меняется там, во-первых, индексируются эти суммы, которые раз в 5 лет должны индексироваться. То есть это суммы максимального убытка, которые можно и надо выплачивать. То есть если сумма по человеческим ущербам была 5 миллионов, то она индексируется во всей Европе и сейчас становится максимум как 5 миллионов 200 тысяч. И если по автомашинам или по имуществу сумма была 1 миллион, то она становится там 1 миллион 50 тысяч. Мелочь, но остается фактом. В законе нужны изменения. Другая вещь, которая меняется, это в связи с тем, что у нас появились разные такси, скажем так, которые где-то наполовину такси, наполовину не такси. То есть и там меняется немножко законодательство, то есть страховые компании сможет узнать, работает ли человек не только на своей работе, но подрабатывает ли тоже как таксист вечером. То есть у нас там и Taxify, и Яндекс, и, наверное, будет Uber. То есть изменения для этих компаний. Третья вещь, то, что там устраняется, там устраняется одна старая проблема, которая существовала уже несколько лет, это порядок отсты при продаже машины, продаже машин на площадках. До этого это была немножко сероватая зона, и не было понятно, кто должен эту машину страховать, если я машину отдал на продажу на площадку. Сейчас в законе это будет отчетно прописано, что тогда владелец этой площадки будет отвечать за отступ этой машины. Ну, четвертая вещь, это, наверное, то, что там какие-то поправки чисто, чисто язычные поправки, скажем так. Ну и пятая, я должен сказать, что там нет ничего про тракторов и комбайнов и так далее. Это то, что у нас был разговор об этом, ну, полгода, год назад, того там, этих поправок там нету, и фермеры, может, не беспокоиться, что им сейчас надо будет страховать комбайн, который, может быть, на дорогу вообще не выезжает. Так что этих поправок там точно нет. Изменений много, поправок достаточно много. Как они могут сказаться на цены и на отступы? Ну, во-первых, надо понять то, что свободный рынок, страховые компании сами определяют цену, и у каждой компании эти критерии, этот рецепт свой. Там нету никаких единых, скажем там, рецептов по рынку, острая конкуренция, и каждая страховая компания оценивает и создает цену по-своему. Может ли эти поправки как-то влиять на цену? Ну, не думаю, потому что, в принципе, эти поправки, которые там сейчас вносятся в закон, ну, там нету ничего такого, которое может напрямую влиять, скажем, на цену. Ну, например, там нету ничего такого, что внедряется какой-то закон на страхование, или налог на страхование. Там нету ничего такого, что, скажем, надо выплачивать там за то, что до этого совсем не выплачивалось, совсем что-то новое. То есть, для меня, я не вижу там никаких предпосылок для того, чтобы цена на отсту из-за этих поправок как-то повышалась. Конкуренция на рынке существует, каждый создает цену по-своему, но эти поправки, я не вижу там такого, что напрямую меняют цены. Хотелось бы также узнать, из чего вообще складывается цена образования на страховке? Ой, ну это, как я сказал, это каждая страховая компания по-своему, но несколько вещей я могу сразу назвать. Первая вещь, это всегда страховые компании смотрели на, скажем так, на историю клиента. То есть, каков клиент был? Был клиент таким, который плохо едет, создает много, скажем, выплат, или клиент был без выплат, скажем, там, 10-20 лет спустя. Это первая вещь, на которую, наверное, все страховые компании смотрят. Вторая, это, наверное, лояльность. То есть, имеются ли у этого клиента еще какие-то виды страхований у этой страховой компании? Ну, наверное, мы все знаем, что существует еще такой бонус-малус. И, наверное, некоторые компании, может быть, страховые компании смотрят на этот бонус-малус тоже, но влияет ли на этот бонус-малус на цену отсты, не знаю, на 50% или на 30% или на 10%, но это не могу сказать. Это, я как сказал, у каждой страховой компании свой рецепт. Но две вещи, история клиента и лояльность, ну, это всегда, это, скажем так, классика страхования, которую страховые компании учитывают. То есть, получается, альтернатива выбора тоже должна быть осторожной, потому что такой фактор, как лояльность, тоже учитывается. Переходя от одного страховщика к другому страховщику, можно как раз-таки этот фактор лояльности снизить? Это, да, с этим можно полностью согласиться. Ну, как я сказал, еще и, наверное, страховые компании смотрят на другие виды страхований. То есть, покупаю ли я только отсту, или, может быть, я только там у этой страховой компании страхую детей, или там имущество, или каску, ну, может быть, еще что-то. Хотелось бы поговорить еще вот о чем в прессе появилась информация, что гарантийный фонд отста резко снизился, причем снизился до каких-то исторически низких размеров. Что это значит для простого потребителя? И вообще, расскажите, может быть, поподробнее, что это за гарантийный фонд, как он формируется, и что для нас он значит? Ну, гарантийный фонд, это так исторический, ну, самым не... Ну, исторический, наверное, он начинался с нуля, то есть до нуля он не упал. Но там в гарантийном фонде существуют такие границы, скажем так, и одна из этих границ 17 миллионов. И если гарантийный фонд становится меньше 17 миллионов, тогда страховые компании должны повышать свои взносы в этот гарантийный фонд. Страховые компании об этом знали давно. Этот взнос, он очень маленький, и это тоже, я думаю, не должно никак влиять на ценообразование. Это первая вещь. На что гарантийный фонд предусмотрен? Предусмотрен гарантийный фонд, в первую очередь предусмотрен для того, чтобы выплачивать компенсации тем людям, которые пострадали от тех водителей автомобилей, у которых отсты не было. То есть, если нет отсты, кто-то должен платить, и тогда платит гарантийный фонд. Это первая вещь. И вторая вещь. Гарантийный фонд существует для того, чтобы, если какая-то страховая компания уходит с рынка плохим способом, то есть, способом банкротства, тогда тоже гарантийный фонд выплачивает убытки, компенсации, выплачивает вместо этой страховой компании. И сейчас у нас как раз есть такая страховая компания «Баова», которая обанкротилась, и гарантийный фонд выплачивает компенсации вместо «Баовой». Говоря в целом о привычках страхования латвийских жителей, какие страховки выбирают латвийские автовладельцы? Ой, ну если мы так смотрим на общий наш автопарк, то я могу сказать так, что отста, в принципе, почти должна быть в каждой машине. Есть, но это другой вопрос. Там по разной методике мы смотрели, что где-то 1-2% машин и транспортных средств ездят без отста. Но, в принципе, все 100% должны иметь отсту. Тогда есть еще такой вид страхования, который называется каско. Это против угона, это против пожара, это против того, чтобы если я сам что-то наделал и, скажем, нужен ремонт машины. И автокаско у нас, в принципе, страхует где-то так, как, ну я бы сказал, одна треть машин имеет страхование автокаско. По большому счету, это те машины, которые помоложе. То есть лизинг, кредиты и машины, которые помоложе. Ну, если имеется уже автокаско, тогда очень часто к этому автокаско добавляется такой вид страхования, как страхование от несчастных случаев тех людей, которые в машине находятся, то есть пассажиров. Ну, я бы сказал, если все эти три имеются, это такой очень хороший джентльменский комплект. Ну, в принципе, 100% ОЦТА, процентов 30 страхует каско. Ну, и пассажиров от несчастных случаев, ну, даже не знаю. Наверное, меньше процентов 10. Ну, вновь вернемся к ОЦТА. Хочется посмотреть еще на эту тему с такой стороны, что вот сейчас время отпусков. Очень многие люди сейчас находятся где-нибудь за границей. Сейчас стало очень популярно путешествовать на своем транспорте. И в этой связи мне хочется задать вопрос вообще, как за границей, как действует ОЦТА за границей. Может ли наш латвийский автоводитель претендовать на те же услуги, что гарантирует ОЦТА здесь, в Латвии? В принципе, если мы смотрим на Европейский Союз и на Европейскую экономическую зону, то там ничего дополнительно покупать не надо. Сажусь в машину и доезжаю до Португалии, скажем так, и обратно. Если мы смотрим на ближайшие соседи, то мы должны... Наше ОЦТА не действует в Беларуси, и наше ОЦТА не действует в Украине и в России. То есть, выезжая в эти страны, надо покупать такого старого друга, который мы немножко призабили, но называется зеленую карту или местную страховку на границе. А если поезжать в Европу, ну, там наше ОЦТА почти везде действует, и едем и отдыхаем. Ну что ж, спасибо вам большое за эту беседу. Нашим телезрителям мы напомним, что у нас сегодня в гостях был руководитель Латвийского бюро страховщиков транспорта Янис Абашин.